Привет, друзья! С вами был Астин Михаил. И я хочу вам показать сейчас, как в браузере Google Chrome можно настроить много пользователей для социальной сети ВКонтакте, не заходя в вкладку «Инкогнито». То есть с одного браузера Chrome вы сможете зайти во все свои аккаунты ВКонтакте. Итак, что нам для этого понадобится? Заходим в настройки Google Chrome и выбираем графу пользователя. Нажимаем «Добавить пользователя». Для удобства я буду обозначать цифрами 1 и так далее, 2, 3, 4, 5, 6. Вы можете обозначать сразу же, как у вас аккаунты ВКонтакте, в соцсетях будут называться. Итак, добавляем имя 1, убираем галочку «Создать рельвейк для этого профиля на рабочем столе», чтобы куча хромов у нас на рабочем столе не появлялась. И нажимаем кнопку «Добавить». Все, вот у нас добавился аккаунт под цифрой 1. Сразу же он хочет зайти в аккаунт Google. Нам этого не нужно делать. Нам необходим только, в нашем случае, аккаунт ВКонтакте. Поэтому открываем новую вкладку и пишем сюда адрес ВКонтакте. wk.com Копируем этот адрес и идем снова в настройки. Сейчас объясню, для чего это нужно. Открываем настройки и выбираем графу «При запуске открывать», выбираем «Заданные страницы», «Добавить» и вводим сюда скопированный нами адрес wk.com. И нажимаем «Ок». Можно добавить еще много страниц. То есть одновременно при открытии данного аккаунта под цифрой 1 у нас может открыться сразу страничка ВКонтакте, ваша почта, которая оформлена для этой странички ВКонтакте и еще какие-либо страницы. Нажимаем «Ок». Можем сейчас для проверки закрыть наш текущий аккаунт 1 и как нам в него попасть, как нам его открыть. Сверху, на какой вкладке вы не были бы в основной странице Chrome, у вас есть кнопочка с вашим именем, именем вашего основного аккаунта. Нажимаем на нее и видим, что у нас есть такая кнопка «Сменить пользователя». Нажимаем на нее и картинку мы не обозначили, вот у нас такой инопланетянин. Нажимаем на 1. У нас автоматически сразу открывается страница ВКонтакте. И давайте сюда добавим наш профиль ВКонтакте, который будет у нас соответствовать цифре 1. Для этого я перехожу в табличку, где у меня сохранены все аккаунты. И вводим данные в страничку аккаунта 1. Ввели, нажимаем «Войти» и в всплывающем окне «Сохранить пароль или нет» выбираем «Сохранить пароль». Что нам это дает? Закрыли нашу вкладку и давайте вернемся к ней снова. «Сменить пользователя» 1. И у нас сразу открывается наша страничка ВКонтакте под цифрой 1. И даже пароль не нужно вводить. Обратите внимание, сейчас открыта 1 страничка Google Chrome и здесь еще 2, 3 даже. Таким образом мы можем, в нашем случае, 20 страниц одновременно Google Chrome открыть и пользоваться только одним браузером. Надеюсь, данный урок вам будет очень полезен. Применяйте его в своей работе и будете работать еще быстрее, еще удобнее и еще эффективнее. С вами был Булафтин Михаил. Спасибо за внимание. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»